Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш Таро прогноз на завтра, 7 июня. Ну что, посмотрим, что карта Таро подскажет нам на завтра. Тасуя карты, и будем отраслить первую карту для наших дорогих ованов. Карта Мир. Карта Мир – это какое-то завершение. Это может быть завершение какого-то жизненного цикла. Может быть, что-то вы делали, долго очень над чем-то работали, и, наконец-то, вы завершили. Это может быть завершение проекта какого-то. Или, может быть, делом каким-то вы занимались. Это, в общем-то, завершение. Или там судебное дело шло. Или разводный процесс какой-то долго очень длился. Наконец-то это завершилось, и вы начали новый цикл жизни. Или для кого-то это может быть как идти по кругу. Может быть, в отношениях здесь может немножечко как быть, если партнер вам что-то обещал, или сказал, что он изменится, или что-то изменится в ваших отношениях. Может быть, вы очень много раз пробовали. То есть здесь немножечко как для начала да, а потом уже все идет по своему кругу. Опять идет по тому же кругу, по тому же месту обращения. Или также это может быть в делах тоже, в негативе. Может быть, что-то не изменяется, не было какого-то сдвига, что-то не меняется, и вы постоянно кружитесь или идете по этому кругу. И нет изменений. Для кого-то это может быть какой-то план, связанный с эмиграцией. Может быть, кто-то планирует эмигрировать, и вы будете делать какой-то план. Для кого-то на самом деле, может быть, будет переезд, эмиграция. Может быть, вы уже на данный момент собрали документы и уже будете отправляться вот-вот в путь. Цельсой. Для цельцов у нас шестерка жезлов. Шестерка жезлов – это, знаете, вы на коне, вы лидер. Это успех, это удача, это триумф. Может быть, вы сделаете какой-то проект на работе, и ваши коллеги будут вами восхищаться и аплодировать. Ваш начальник будет вас хвалить. Может быть, вы будете, знаете, может быть, вас повысит, может быть, это будет повышение в должности. А это еще изменение в статусе может давать. Кто-то, может быть, станет папой, или кто-то станет мамой, или вас повысит, и вы станете начальником, допустим. И здесь, знаете, когда публика гордится вами, когда вами восхищаются. И здесь, да, где, может быть, были какие-то препятствия – это преодоление, это преодоление препятствий. Наконец-то все пойдет, знаете, своим чередом. Наконец-то все пойдет легко. Наконец-то вы смогли, у вас получилось, вы достигли. Это карта лидерства. Так, близнецы. У близнецов у нас десятка чаш. Десятка чаш – семейная карта исполнения желания. Десятка – это у нас завершение, это у нас кульминация. Когда все хорошо, все прекрасно, когда прекрасное настроение, когда, знаете, это исполнение желания, когда все получается так, как вы задумали. Здесь может быть, знаете, праздник, торжество. Здесь может быть даже, знаете, как свадьба. Может быть, пригласят кого-то на свадьбу, да. Может быть, на самом деле кто-то будет венчаться по этой карте. Изменение в статусе, да. Может быть, вы будете регистрировать ваш брак в этот день. Для кого-то это может быть, знаете, приобретение недвижимости. Может быть, вы купили что-то, приобрели, переехали, да, в новый дом. И это семейный очаг, и вам там комфортно, вам там хорошо. И это и есть как исполнение желания для кого-то. Может быть, это рождение ребенка, может быть, это зачатие ребенка, да, пополнение в семье. И это радостная новость, и для кого-то это и есть желание, да, исполнение желания. Но в любом случае здесь успех, везение и удача по этой карте. В любых делах. Так. Рак. Для раков у нас девятка. Девятка Пентакли. Это заработанные деньги, да. Это может быть, знаете, вы работали усердно на чем-то. Может быть, вы работали не покладая рук. Может быть, вы работали на двух работах. Может быть, вы подрабатываете где-то, и наконец-то вы собрали нужную сумму денег. Или, может быть, вы начали получать ту сумму, о которой вы мечтали, о которой вы хотели. Да, ту сумму, о которой вы всегда хотели зарабатывать, например, да, по этой карте. Это еще успех, это достижение. Но здесь, знаете, достижение и вот эти деньги, это заработанные деньги. Это не то, что вам дали их или вам помогут чем-то, какой-то суммой. Это вот именно чисто своим трудом заработанные деньги. И здесь, где вы наслаждаетесь, знаете, то, что вы заработали, здесь вы создаете себе уют, здесь вы создаете себе изобилие. Здесь вы гордитесь собой, что вы смогли. И здесь немножечко, как может давать, как одиночество, да, где у вас есть финансы, вы наслаждаетесь, вы тратите их, вы тратите, может быть, их на себя. Делайте какие-то дорогие покупки для себя, делайте какие-то, может быть, инвестиции для себя. И вас это устраивает. И, может быть, вам не нужен какой-то партнер, да, чтобы у вас были какие-то серьезные отношения с этим человеком. Может быть, для кого-то это просто, знаете, отношения, может быть, устраивает на дистанции, да, как бы. И здесь вы даже не хотите, может быть, чтобы отношения перешли на какой-то другой уровень. Но, может быть, вы просто хотите партнеры и дистанционно, и держать на расстоянии. И кого-то это может быть немножечко так. Итак, лев. Карта сама выпала по себе. Итак, для львов у нас троечка жезлов. Троечка жезлов. Здесь нужен какой-то план. Может быть, вы уже составили какой-то план. Здесь, знаете, движение, прогресс, идти вперед, не оглядываться назад. Здесь, может быть, знаете, план состоит из эмиграции. Может быть, знаете, вы хотите эмигрировать. И, может быть, вы планируете какое-то путешествие. Может быть, дорогу, поездку, переезд. Может быть, вы, знаете, хотите сменить место жительства. Может быть, вы хотите съехать с одного района, переехать на другой, с одной квартиры в другую. Может быть, как я сказала, на самом деле просто эмигрировать. Потому что, если вы обратите внимание на эту карту, человек уже смотрит вперед. Он не смотрит на саду. Он не смотрит, что у него было, что у него есть. Он хочет большего. Он сделал план. Это, может быть, даже для кого-то вы, может быть, отправитесь в дорогу на какие-то заработки. Может быть, вы будете составлять какой-то план. И вы смотрите вперед для того, чтобы начать зарабатывать как-то по-другому. Может быть, вы будете делать планы. Этот план будет состоять из карьеры, связанный с карьерой, прощу прощения. Может быть, вы что-то планируете для своей карьеры и будете что-то менять в своей жизни. Потому что по тройкам жезлам это очень активная карта, это огненная стихия. И здесь вы будете стремиться идти только вперед. Здесь вас уже ничего и ничто не удерживает. Это может быть даже, если вы находитесь в отношениях, может быть, вас не могут удержать в отношениях больше. Потому что ничего не связывает вас больше. Потому что вы хотите большего, лучшего и вы будете стремиться идти вперед. И здесь никто не сможет вас удержать, потому что вы только смотрите вперед. Потому что здесь у вас есть четкая цель. Что вы именно хотите. И здесь вы будете идти по плану, кстати сказать. Потому что есть уже четкий план и здесь вы будете действовать. Вы будете реализовывать уже что-то. Для Дев у нас карта маг Карта маг, нужно сделать какой-то первый шаг Здесь у вас есть все ресурсы Самое главное по этой карте не нужно бояться Не нужно себя как бы тянуть назад Здесь именно нужны ваши действия Нужно сделать этот первый шаг Здесь есть все возможности Все ресурсы в ваших руках Вы можете стать этим магом Вы можете творить своими руками То, что вы задумали Здесь еще может быть для кого-то Может быть вы хорошо работаете руками Может быть вы делаете какие-то изделия Или там вы ювелир по профессии Или плотник Вы хорошо можете работать с вашими руками И здесь может быть для кого-то Вам тогда нужно реализовывать себя в такой сфере Где вам что-то нравится Где у вас есть способности Это еще может давать карту учителям Может быть вы учитель по профессии Может быть у вас появятся студенты И может быть кто-то будет работать как репетитор И вы будете принимать студентов Где вы будете, знаете, давать какой-то Делиться со своим опытом Делиться со своими знаниями С кем-то Может быть вы начнете работать в школе учителем Или в институте и начнете преподавать Если может быть вы искали для себя учителя Если это не вы в роли учителем Если вы искали для себя какого-то учителя, наставника То вы его найдете Он у вас появится В делах Это прекрасная карта Здесь нужно действовать Двигаться Идти вперед Реализовывать Не нужно бояться Убрать все страхи Отстранить все негативы И идти только вперед Потому что что вы задумали У вас получится У вас исполнится Потому что это маг Это у нас старший аркан Здесь у вас есть все Все возможности Все двери для вас будут открыты Вам только нужно захотеть И действовать И двигаться вперед Итак Весы Для весов У нас восьмерка Восьмерочка Это старший аркан Да Это карта сила Это у нас Это знаете Вы сильнее Вы преодолеете препятствия Вы сможете У вас получится Это прекрасная карта На финансы Это успех Это финансовый успех Финансовый рост Да Здесь может быть Если вы ведете Какие-то переговоры С кем-то Или есть какие-то сложности То здесь вы сможете У вас получится Вы преодолеете Любые препятствия Здесь вы Сильны Вы даже сами Может быть Не подозревали Что вы сильнее Чем вы думаете Или может быть Вы встретите Себе партнера Нового И он будет По гороскопу Львом Да Где он будет Страстный Или будут какие-то Начнутся какие-то Новые отношения Яркие отношения Потому что у вас Будет яркий партнер Страстный партнер Который будет Дарить вам Внимание И захочет Внимание Для себя По этой карте Поэтому это Прекрасная И успешная Карта Для всего Итак Скорпион У скорпионов У нас Шестерка мечей Шестерка мечей Это поездка Это дорога Это уход Это может быть Уход К лучшему Да Может быть Вы находились В какой-то ситуации В каких-то отношениях Даже И Долго Не решались Не рисковали Выйти Здесь Может быть Вы Захотите Решите Уехать Переехать Выйти С этих отношений Да Здесь Может быть Вы уйдете В более спокойной жизни Может быть Вы жили Или находились Какой-то ситуации Где постоянно Были какие-то Проблемы Нюансы Хлопоты Какие-то Бесконечные Что-то не заканчивалось Не было конца Чему-то Да И вдруг Наконец-то Здесь появился Какой-то вариант Какой-то шанс Улучшить Что-то В своей жизни Да Но для этого Нужно будет вам Принять решение Уйти Но здесь Вам в любом случае Окажут помощь Да Потому что Здесь есть помощник Который гребет Эту лодку Правда же И здесь Вам кто-то Кто-то вас поддержит Кто-то вам поможет Кто-то вам поможет Продвинуться Или Переехать Или Да Сроку помощи Или какую-то поддержку Связанную С вашей ситуацией Да Для кого-то Это может быть Переезд Для кого-то Это может быть Поездка Иммиграция Или Просто Знаете Где вы Уйдете От кого-то И Уйдете К лучшей жизни К лучшему Так Стрелец У струльцов У нас Девятка Девятка Жезлов Здесь Переутомление Здесь Может быть Будете Защищаться Отбиваться Отстаивать Свои Интересы Свои Права Здесь Может быть До такой степени Вы устанете Что у вас Может даже Разболеться Голова Может быть Для кого-то На самом деле Будет болеть Голова Может быть Мигрень Будет Вы будете Плохо себя Чувствовать И это Будет Просто Вас Напрягать И будете Уставшими Может быть Здесь Очень много Дел Где Нужно Сделать Всего И Нужно Сделать Все И Успеть Все И здесь Все Очень Сразу Много Очень Навалилось На вас Одновременно Может Быть Здесь Знаете Будут Какие-то Препятствия И Что-то Не будет Идти Знаете Может быть Даже Быстро Или Не будет Идти Как вам Сказать Не будет Что-то Развиваться Легко Да Здесь Может быть Что-то Не будет Даваться Вам Легко И Здесь Будут Какие-то Препятствия Какие-то Хлопты И вам Нужно Будет Их Преодолевать Защищаться Защищать Себя Свою Территорию Свою семью свой дом для кого-то это может быть или как я уже объяснила здесь будет знаете очень сильная нагрузка где вы просто устанете и это будет напряжение может быть вы будете находиться в каком-то напряженном состоянии в этот день и в конце может дать головную боль или мигрень или может быть просто вы устанете от мигрени потому что такой степени вас будут беспокоить голова что вы это просто знаете как упадок сил итак козерок у козерков у нас семерка жезлов семерка жезлов здесь защита отбиваться будете кто-то что-то вам будет говорить даже делать может быть и вы будете отгонять защищать может быть здесь вы будете настаивать на стороны на своем защищать свою территорию может быть вы будете устанавливать в доме какие-то защиты да например забор будете строить окна менять будете или двери будете ставить или менять да здесь может быть кто-то что-то будет говорить вам вам это не будет нравиться и вы все равно будете стоять на своем отстаивать что-то но здесь знаете вы храбец вы сможете вы храбры вы сильны вы сможете от стоять свое если даже будут какие-то препятствия или будет что-то сложно получаться и развиваться здесь вы сможете потому что у вас получится и так водолей водолеев здесь девятка мечей девятка мечей переживания головная боль стресс может быть здесь будете думать смысле не буду давать покоя может быть будете плохо ночью спать может быть будут какие-то волнения стресс может быть знаете вы сделали что-то сказали что-то кому-то и будете сожалеть об этом может быть здесь будет слезы какие-то огорчение печаль но душе будет тяжело плохо себя будете чувствовать у кого-то это может быть головная боль потому что это все-таки мечи а вот или Или, может быть, здесь будет какая-то коммуникация или какой-то разговор с кем-то будет, да, и он будет неприятный, да, может давать немножечко конфликтную ситуацию с кем-то, где вы будете на штыках, и, естественно, вам будет неприятно, вам будет больно, и это может давать слезы и переживания. Для кого-то это просто, может быть, негативная какая-то энергия, да, где вы себя настраиваете на негатив, может быть, вы переживаете по какому-то поводу очень сильно, может быть, вы что-то начали делать, и вы переживаете, что у вас не получается или не развивается что-то так, как вы планировали, или что-то не идет по плану, или, может быть, что-то затянулось, или нет сдвига какой-то ситуации, нет прогресса в какой-то ситуации. Естественно, вы за это переживаете, вы не спите ночами или плохо спите ночью. И это постоянно у вас в голове, вы постоянно об этом думаете. Итак, рыбы. У рыбы у нас старший аркан, карта солнца. Это удачная карта, это успех, это знаете, если вы плохо себя чувствовали или болели, то это выздоровление, это витальность, это прекрасная энергия. Это, знаете, удача и успех, это везение в делах, это прогресс. Это может быть, знаете, как исполнение даже желания. Может быть, вы чего-то очень сильно хотели, и наконец-то это получилось. Здесь вы на коне, здесь вы победитель. Для кого-то это может быть рождение ребенка даже, пополнение в семье. Здесь, знаете, будет сопутствовать вам удача, будет сопутствовать вот эта солнышка вам, да, где будет светить и где вам будет, может быть, показывать даже дорогу, да, куда вам двигаться дальше, давать какое-то вам направление, чтобы вы действовали и шли вперед. Это прекрасная карта даже на финансы. Это будет, может быть, успешный какой-то финансовый результат. Если, может быть, вы инвестировали или планировали, или, может быть, хотите брать суду или еще что-то связанное с финансами, то это будет прекрасная карта. Это успех и удача на финансы тоже. Так что это солнышко вам будет сопутствовать и принесет вам успех и удачу в ваших делах. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие. Я вам желаю успехов, удачи, чтобы у вас был прекрасный день. Пускай вот это солнышко всегда светит и сопутствует вам в ваших делах. До скорых встреч. Кстати, если вы не подписаны на моем канале, я буду вам благодарна, если вы подпишетесь. Большое вам спасибо за вашу поддержку. Пока-пока.